Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Оген Фалликсей, SEO-экосистемы DJU. Сегодня у нас с вами вебинар, на котором у нас специальный гость SEO Antipad, SEO-платформа Antipad, которую вы можете знать под брендом Webwise. Это Айдар Сабиров. Сегодня мы поговорим о том, что же такое Launchpad, что же такое Antipad. Ответим на вопросы, которые вы задавали у нас под постом и попробуем для всей аудитории DJU раскрыть тему, раскрыть бизнес-модель и погрузить, как всегда мы это делаем, вас в инновационные продукты, в инновационные сферы, которыми мы занимаемся и делаем это достаточно успешно. Собственно, у меня подготовлен ряд вопросов для того, чтобы и новым пользователям экосистемы DJU было понятно, о чем этот продукт и какие у него перспективы. Они на самом деле очень большие и очень интересные. И старым пользователям экосистемы DJU, которые помнят, как эта идея зародилась, как ее впервые слово Launchpad прозвучало у нас на каком-то вебинаре с Александром. И вот, собственно, вы знаете всю историю. И сейчас, я думаю, тоже будет много интересного с точки зрения, на чем Launchpad, Айдар, команда, которая такая достаточно серьезная, сформированная за этот период, сосредоточенная, какие есть особенности работы на этом рынке, какие есть уникальные особенности именно самого продукта. Вот какие-то такие вещи попробуем раскрыть. Поэтому слушайте внимательно, задавайте свои вопросы в чатах в период трансляции. Это в чат Telegram, это чат и под трансляции, там, где вы смотрите на все в процессе. Будем стараться отвечать и предлагаю начать. Айдар, приветствую тебя, я сразу сейчас погружу тебя в вопросы, и ты уже поздороваешься с аудиторией и так далее. То есть, давай попробуем для всех, и кто знает, и кто не знает, рассказать, а что, собственно, что же такое вот это слово Launchpad, какой это рынок, может быть, какие-то громкие имена есть на этом рынке, или этот рынок только нами создает сейчас. Давай попробуем про какую-то сферу и какие-то базовые понятия дать, ну, собственно, людям. Да, всем привет, Алексей, спасибо. Давайте начнем, наверное, с терминологии, да, что такое Launchpad, вот как бы дословно, да. Launchpad — это платформа для проведения сейла в веб-три проектов, ну, так принято, да, вот в криптомире. Другими словами, это платформа, которая помогает собирать финансирование для стартапов на ранней стадии. Если говорить в целом про рынок Launchpad, то он сформировался, в принципе, в начале, наверное, 2017 года, тогда еще до этого проводились некие ICO, потом постепенно они начали трансформироваться, меняться. Потом один из самых крупных, наверное, это Polkadot на рынке, да, он такой старый, как бы вот 2017 года. Потом есть Binance Launchpad, это вот в рамках экосистемы Binance, все проекты, которые выходят на листинг в дальнейшем на Binance, проходят, собственно, через этот Launchpad. Ну, также есть совсем давно известный Dowmaker, также, вот. Если брать про цифры про рынок в целом, ну, насколько мне известно, я не нашел ни одного отчета, где бы прям конкретно можно было узнать, какой объем привлеченных средств через Launchpad. Но можно посмотреть вот недавно отчет за второй квартал Binance, и там говорится, что в целом порядка 2,7 миллиардов за второй квартал было привлечено средств, да, это порядка там 40% превышает, чем предыдущий тот же период. И большую, так я бы сказал, ключевую роль в этом играют как раз-таки Launchpad, которые помогают проектам на ранней стадии получать финансирование. Отлично. Ну, собственно, а если вот говорить про какую-то стандартную бизнес-модель вот этих Launchpad, которые ты сейчас там привел в пример, ну, или в среднем усредненную, то есть вот, если Launchpad это бизнес, то на чем он зарабатывает, помогая привлекать инвестиции? В чем вот суть? Да, самое простое – это на комиссии. На комиссии, то есть он берет определенную аллокацию, к примеру, давайте возьмем 100 тысяч долларов, да, он берет проект на 100 тысяч долларов, добавляет туда комиссию и распродает ее множество мелких ритейл-инвесторов. Это основной вид заработок всех Launchpad. Но помимо этого устоялось, что на рынке у всех Launchpad есть собственный токен. И они, собственно, максимально пытаются его интенсивазить, привлечь туда покупателей, чтобы покупали их токен Launchpad. Но отмечу, что у антипада нет, собственно, токена, так как он там не нужен. На самом деле, да, это просто промежуточный этап, который усложняет пользователю точку входа. То есть помимо того, что он должен прийти, разобраться в проекте, в одном, куда он хочет инвестировать, ему еще приходится разобраться в токене Launchpad, как он устроен. После того, как он принял участие на сейле через этот токен в проекте, у него остается неликвидный актив в виде этого токена. А что, если он не будет в дальнейшем участвовать в Launchpad? Или дела Launchpad пойдут, как и медвежий рынок, вниз? Соответственно, он проседает вот этим своим капиталом. Окей, в целом, я думаю, мне, по крайней мере, то, что ты говоришь, понятно и знакомо. И если у нашей аудитории возникают вопросы, обязательно старайтесь в них разобраться. С нашей помощью или самостоятельно и так далее. Предлагаю пойти, постепенно переходить от общих терминов к тому, чем занимается AntiPad. Смотри, ты у нас не частый гость в трансляциях, не частый гость на каких-то вебинарах, хотя мы, естественно, стараемся освещать и посты, и социальные сети, и какие-то новшества, и публиковать понятные для нашей аудитории апдейты, которые происходят. Но все равно, если человек появляется у нас в эфире, это привлекает больше внимания. Твое последнее появление было на таком достаточно, наверное, последнее и первое. Первое появление было на таком ключевом видео 10 мая, когда мы на Бали собирались и, собственно, подводили итоги первого полугодия 2024 года, и ты как руководитель проекта. Тогда еще это был некий такой, как сказать, самая такая ранняя стадия, но хотя проведено уже там было несколько сейлов. Давай, постепенно переходя с того момента, когда тебя аудитория видела, что сделано, от чего ты оттолкнулся, запуская ланчпад, с чем ты столкнулся, и какой сейчас результат, что в итоге ты имеешь, какое количество пользователей, какая команда. Потому что я знаю, как это происходит, я за этим слежу, я вижу там и цифры, и людей, и все остальное. Но сейчас, наверное, наша с тобой задача показать тем, кто нас смотрит, что за такими раз в полгода появлениями мы в эфире и выпуском каких-то обновлений, выпуском, запуском условного капиталиста стоит огромная работа. И ты как севу всего этого поделись, как это было на самом деле. Дай аудитории нашей с этим соприкоснуться. Ну вот как-то так. Там очевидно были и сложности, и какие-то там уникальные решения, и ответственность. И как мы сейчас все видим, огромный крутой результат. Да, наверное, начнем с того, что мы запустились в марте. Это был достаточно быстрый запуск, и ключевая наша задача стояла протестировать эту бизнес-модель. Насколько она жизнеспособна, и стоит ли ее дальше масштабировать. Собственно, да, мы с начала апреля по май месяц провели 4 сейла. И мы поняли, что модель работает, на этом можно зарабатывать, его можно масштабировать. Но все равно не хватало чего-то инновационного, чего-то, что позволило бы нам добавить ценности в этот продукт. Как для проектов, да, на рынке множество лончпадов, а хотелось выделиться и дать какую-то ценность. Также для нашей аудитории, также там комьюнити сформировать крепкое, нашим партнерам. И вот мы искали эту модель. Собственно, мы ее нашли вот за это время. Мы сформировали достаточно крепкую команду. Если взять за промежуток с марта месяца по май, мы достигли 10 тысяч пользователей нашего кошелька. Это был WebVicePet, WebViceBallet на тот момент. После того мы начали активно искать возможности для расширения пользовательской базы и для того, чтобы мы могли еще больше проектов привлекать и больше суммы собирать и давать value этим проектам. Собственно, на этот счет у нас родилась идея запустить в тренде, на ротиде, так скажем, Telegram Mini Apps, такую социальными механиками игру под названием «Капиталист». И у нас удалось. С того момента мы доросли до, на сегодняшний день, 700 тысяч пользователей у нас во всех соцсетях «Капиталиста». Собственно, в самой игре порядком 600 тысяч total active users у нас. Это активные пользователи. И daily active users у нас порядком 30 тысяч. Да, это все зависит от рынка, нарратива, но наша модель, она еще покажет свое, в отличие от других таповых, так назовем, на рынке. Что касается самих продуктов, кошелька и лончпада, мы провели действительно большую работу. Первое. Мы сформировали команду разработки. Теперь мы не боимся сложностей. У нас есть план на ближайший год по разработке, что мы будем делать, в какую сторону развивать продукт. Второе. Мы собрали команду маркетинга. Мы протестировали множество гипотез за это время. Нашли рабочие модели, где можно привлекать достаточно хороший трафик. Как делать не надо, как надо делать. Множество партнеров в этом объявлении. Также мы собрали команду поддержки, продуктовую команду, тестировщики, аналитики. В целом у нас достаточно хорошая, твердая команда на ближайшее время сформировалась. Бизнес-модель мы поменяли, а бизнес-модель у нас стала более профитная, больше возможности заработать с теми же проектами. Она как у нас работает? Если раньше мы просто брали аллокацию проекта, получали за это комиссию в размере в среднем 25%. Вот это был наш заработок. И из-за этого необходимо было на команду распределить, на маркетинг, на партнеров. И этого было недостаточно, чтобы масштабироваться и расти еще больше. И, собственно, мы нашли модель, при которой мы зарабатываем. Собственно, мы для проектов предоставляем не только сбор денег на нашей платформе, но еще и аудиторию. То есть мы берем у проектов дисконт, а взамен предоставляем социальные активности, маркетинговые активности. В дальнейшем мы добавим ончейн активности. И за это проект с радостью делится с нами своя локация, на то, чтобы мы ей поделились со своей аудиторией. Что, собственно, мы и делаем. Вот. Это небольшой инсайт. Да, уже вот в этом месяце как раз-таки мы запустили в нашей игре пултасков капиталистов, выполнив которые можно принять участие как раз-таки в дропе. Это будет проект, вот MarsBase, от которого мы потом разделим какую-то часть локации на нашу аудиторию. А сам инсайт, собственно, у нас появляется в антипеде системы рейтинга. Мы со старта учитываем все активности наших пользователей, как они ведут себя в социальных сетях, как они принимают участие в наших продуктах, принимают участие в сейлах, во скольки сейлах приняли участие, а сколько карт открыли, и все это мы учитываем, и все это занесем в систему рейтинга, и они будут вознаграждены. Собственно, вот эта модель, при которой мы получаем дискод от проекта, видеолокации, в первую очередь мы делимся с комьюнити, которая позволяет нам дать социальную активность и погрузиться в этот продукт, изучить, помочь нам, принести этот продукт к нам на лоджпад. Следующее, мы делимся с инфлюенсерами, это Key Opinion Leaders на рынке, это инфлюенсеры, которые от 10 до 100 тысяч аудитории, мы делимся с ними той же аллокацией, если они нам помогают привлекать аудиторию к нам лоджпад. И здесь история получается, как называется, win-win, выигрывает проект, он получает маркетинговые активности, выигрывает аудиторию, получает как бы за свои активности простые действия вознаграждения, также получает возможность проинвестировать в приватный раунд и получить X в будущем. Также наши инфлюенсеры и партнеры также получают выгоду от того, что они могут распространять информацию о хороших проектах и получать, собственно, хорошие условия для входа в эти проекты и также аллокации. Ну и, собственно, третья сторона, которая на всем этом зарабатывает, это ланчпад. Вы правильно понимаете? То есть не просто win-win, а win-win-win. Да, абсолютно верно. Да, при этом, в отличие от простой модели получения комиссии, здесь мы достаточно хорошо сами тоже зарабатываем. Отлично. Ну, а вот такой, как сказать, ну, вот если говорить о, наверное, целевой аудитории человека, ну, вот о целевой аудитории, которая покупает на ланчпаде, да, вот, покупает и заходит, которых интересует доступ в приватные раунды. Это, ну, это же не, ну, у человека все равно же должна быть какая-то минимальная подготовка, то есть, потому что, ну, он как минимум должен понимать, что такое приватный раунд, то есть, кто ваши клиенты, я имею в виду, среди вот розничных людей, в кого вы целитесь, вот, для кого этот продукт, ну, если вот в двух словах, вот, можешь ли ты описать вот портрет человека, который, там, сколько ты долларов покупает и, там, может быть, его инвестиционную стратегию, там, или, там, еще что-то, вот, хотя бы как-то примерно. Да, если говорить коротко о самой платформе только Launchpad, не брать кошелек, виртуальная карта и игру Capitalist, то здесь портрет пользователя это человек, который где-то постоянно работает, имеет какой-то капитал, и равными суммами он входит, создает себе венчурный портфель, который в будущем позволит ему получить, как бы, ощутимое вознаграждение. Мы здесь всячески пытаемся дать образование нашей аудитории, то есть мы даже убираем те риски, если человек максимально не погружается, у него нету времени, то, как вы и заметили, у нас нету множества каких-то скамных проектов на Launchpad. Собственно, мы бы могли их проводить, там, порядком пяти в неделю, но мы не хотим, мы, как бы, достаточно тщательно отбираем, да, так как мы работаем при поддержке венчурного фонда, при поддержке аналитиков, которые тщательно отбирают проект и не позволяют нам пропустить всякий шлак. Ну и, собственно, мы делаем все возможное, чтобы вот эти люди сформировали свой портфель. Ну, этот венчурный портфель, но он идет на годы. Но здесь мы как раз понижаем точку входа до 50 долларов, это достаточно подъемная сумма для многих, если планировать в горизонте. Вот раз в месяц надо, если появляется какой-то проект на лончпаде, небольшой чек, надо равными суммами заходить во все проекты. Ну, то есть, экспертиза, ну, такая серьезная экспертиза венчурного фонда аналитиков позволяет там отобрать проекты с высокой степенью их успеха на рынке и за счет там правильно подобранной бизнес-модели, где совмещаются там интересы лончпада, интересы проекта, интересы аудитории. Вы, собственно, даете вот такой продукт человеку, который, ну, как бы, хочет качественно инвестировать и, как бы, входить, наращивать свой капитал. Правильно? Да, да, совершенно верно, Алексей. Я еще добавлю здесь про проблему, которую мы столкнулись, тоже отчасти, когда мы выбирали целевую аудиторию, что действительно не так много людей, которые могут погрузиться в продукт, изучить его, понять, как работает венчурное инвестирование и начать в него инвестировать. Да, они есть, собственно, они и у нас есть, да, мы еще создали, собственно, через капиталист игру вот эту, ту самую возможность, если нет у человека капитала, начать инвестировать, он может с максимально простых действий погружаться в эти проекты и получать вознаграждение. Это будут простые действия, начиная от социальной активности, подписаться на соцсети, телеграм, твиттер, другие площадки, будут в дальнейшем более усложненные, там, подключить кошелек, сделать какую-то операцию и за это все будет начисляться вознаграждение. Ну, я думаю, это более чем логично, понятно, ну, чем проще и понятнее, тем, собственно, больше шансов на успех. Вот, смотри, давайте еще чуть-чуть, например, поговорим про, ну, вот, ты сказал, что сейчас там 700 тысяч, это аудитория социальных сетей, там, около 600 тысяч аудитория капиталиста, там, несколько десятков тысяч пользователей кошелька, а вот, а сколько нужно, да, то есть, вот, если мы видим такое сейчас, то, очевидно, ты как SEO, как руководитель, ты целишься в какие-то цифры, например, там, не знаю, через полгода, через год, то есть, идеально, сколько нужно человек активных, чтобы, там, проходило, какое-то целевое количество сейлов, например, то есть, вот, сколько сейлов, сколько людей, там, ну, как-то, вот, про цифры, потому что это тоже очень интересно. Да, собственно, мы целимся на 4 сейла в месяц, так как сейчас достаточно очень хороший нарратив, да, Дональд Транс стал президентом, зеленый свет, собственно, всему крипто-сообществу, и уже мы видим, да, биткоин побивает свои максимумы, в целом, рынок за ним начинает расти, и это максимально благоприятное время ближайший год для создания портфеля и в дальнейшем выхода в хороший плюс. Вот, собственно, 4 проекта в месяц. Для этого нам необходимо 5000 участников, чтобы мы могли закрывать сейлы по 150 тысяч долларов каждое, мы при 5000, а пользователи, собственно, лоншпада, мы будем это реализовывать. при 5000 клиентов или при 5000 пользователях? То есть, в каждом сейле 5000 человек участвуют или всего на лончпаде? Да, это в совокупности на лончпаде, кто принимает участие, если 5000, то это нам закрывает даже с переподпиской. Минимально это в среднем 900-1200 человек на один сейл с размером 150 тысяч. А вот чтобы были вот эти 5000 человек, ну, как бы тех, кто принимает участие, сколько там должна быть, насколько должна вырасти аудитория или у нас уже как бы все готово к тому, чтобы эти 5000 человек условно раскупали любой сейл, например? Не, на сегодняшний день мы активно запускаем маркетинговую кампанию, чтобы прийти к этой цифре. Говоря о 4 сейлах в месяц, это тоже достаточно серьезная такая работа с аналитиками, с бизнес-девелоперами, чтобы найти эти качественные проекты, чтобы их критерии нам совпадали. Уже в этом месяце пройдет один, собственно, первый сейл. Для него у нас есть уже аудитория сформированная, вот его мы достаточно уверенно закрываем. А, собственно, у нас игра капиталист, которая позволяет нам набрать вот аудиторию, мы там на сегодняшний день имеем 600 тысяч пользователей и мы целимся на ближайшее время до 10 миллионов. Это из этих пользователей буквально процента 2 только перейдет в пользователи наших продуктов, такие как кошелек, виртуальная карта, лончпад. И, собственно, плотная работа с инфлюенсерами нам позволит привнести эту аудиторию, потому что мы работаем с ними на взаимовыгодных условиях, что они зарабатывают. Резюмируя, говоря о цифрах, мы стремимся к 4 сейлам в месяц, хороших, потенциальных, интересных проектов. Мы стремимся к 5000 активных инвесторов нашей сейлы, которую мы проводим в месяц, ну и 10 миллионов активной аудитории в нашей социальной игре капиталист. Окей, цели амбициозные, цели, ну и самое главное, что выполнимые, поэтому мы, очевидно, всячески рекомендуем нашей аудитории, если вы как минимум в портрете целевой аудитории нашли что-то общее с собой, то обязательно успевайте принять участие в сейлах, в ближайшем сейле, для этого очевидно нужно подписаться на социальные сети ланчпада, проявлять какую-то активную жизненную позицию, читать, смотреть, я знаю, что ты достаточно регулярно проводишь амассессии, приходить, задавать вопросы, уже там не как, например, не на вебинаре джи, где все так по-домашнему спокойно, а вот где-то условно в реальном мире, где вы сталкиваетесь не только с нашим комьюнити, но и совершенно разными людьми приходить, где-то поддерживать, где-то направлять, задавать, ну в общем и участвовать, но только за счет вот такой активности вы собственно в современном мире на максимальных скоростях, которые развиваются, можете быть успешными. Это мой такой личный совет. Еще есть вот как бы такая, наверное, тема, если мы поговорили о планах с точки зрения аудитории, то вот смотри, у нас сейчас в EGU идет снапшот ланчпэда, мы с вами договорились, что там 1% ланчпэда наши пользователи, как там ранние комьюнити, совладельцы, они получат. то есть очевидно это знак того, что ланчпэд готовится к самостоятельному фондрайзу, то есть как некая экосистема, которая уже включает в себя вот эти работающие продукты. И вот Александр Илон проводил не так давно вебинар, где о планах фонда рассказывал, тоже это упоминал. Можем ли мы сейчас, сможешь ли ты эту тему чуть-чуть подраскрыть, подзатронуть, то есть мы обсудили цели комьюнити, цели бизнеса, поговорили с тобой про команду, которую ты сформировала. Вот все, что касается дальнейшего развития, финансирования фондрайзов именно ланчпэд, каких-то может быть уже есть крепкие коннекты с кем-то. То есть что-то можно без жесткого инсайдера, поделись, потому что очевидно это такое важное направление, на котором многие не фокусируются и забывают, а оно само по себе не делается. Спасибо за вопрос, Алексей. Наверное, чуть шагом назад расскажу, что происходило после проведения этих четырех сейлов в мае, после последнего моего включения где-то в информационном пространстве сообщества EGU. Собственно, мы плотно работали с партнерами с бизнес-девелопментом, мы множество времени потратили на ребрендинг, на тему того, как нам правильно спозиционироваться на рынке, пообщались с множеством экспертов в данном направлении. Собственно, и таким образом родилось название антипэд. антипэд как раз нам подчеркивает уникальность нашей философии, что мы противостоим текущим устоявшимся методам на рынке инвестирования, у нас нет собственного токена, и мы стремимся к тому, чтобы упростить этот процесс для проектов сбора средств, сбора аудитории, и также для наших участников комьюнити инвестировать в эти продукты. основная концепция мы ориентированы на сообщество, как и на проектов, так и на наше сообщество, так и партнеров. Собственно, мы провели ребрендинг, мы запустили кошелек в виде телеграм-минет, он стал более удобным, интуитивно понятным, и более проще заходить будет сделано. Совсем в ближайшее время, в этом месяце уже появится обновленная версия лончпада. Также будет обновлен веб-сайт. Вот. Из новостей по части бизнес-девелопмента, вот мы были на Коинфесте в августе на мероприятии, мы были на Токен 2049, вот, собственно, сейчас я нахожусь в Бангкоке на Девкон, это большая конференция, которую организовывает Этериум. Вот. И значимое большое событие также стало это буткэмп от XFounders в сентябре при поддержке Solana Foundation, такие партнеры, как XEA Ventures, AMVC, Cloud, Bincrypt и множество других партнеров, Тир-1, так скажем, фонды при поддержке, был буткэмп, где собралось 9 стартапов с общей капитализацией 300 миллионов долларов. Среди них есть уже люди, которые вот в нескольких шагах от того, чтобы стать единорогами. И, собственно, весь этот сентябрь снималось шоу совместно с такими вот проектами, партнерами и фондами. Собственно, я там принимал участие в качестве эксперта и также на последнем демо-дне, где стартапы питчили свои стартапы, мы отобрали один из проектов, собственно, который у нас вот он появляется результатом на нашем лонж-паде. Вот. Мы достаточно в тесной коммуникации работаем с Solano Foundation. Благодаря вот ивентам мы ездили в Сингапур и в другие конференции и достаточно так плотно с ними разговариваем. Мы ведем переговоры со Stellar, достаточно хорошо общаемся с Stone Foundation о всем, о нарративах, что происходит на рынке, какие гранты они раздают, как инвестируют, куда инвестируют, что в целом происходит в рынке. И, исходя из всего этого, у нас формируется некий план. Мы все равно для того, чтобы начать масштабироваться, нам необходимо приконнектиться к какой-то большой экосистеме, которая есть на рынке. Как делают это большинство лонж-падов? Binance вокруг экосистемы Binance, Starter вокруг полка Dot экосистемы, ну и так далее. И, собственно, мы ведем эти переговоры, чтобы в следующем году как раз-таки уже масштабироваться не по 4 проекта в месяц, а сразу проводить на всю экосистему, которую там от пропускной способности системы, экосистема будет зависеть, сколько стартапов мы сможем запускать в месяц. для всего этого мы начинаем сейчас активную стадию фандрейзинга в нашу платформу Antiped самостоятельно, отдельно, для того, чтобы мы могли сделать как раз-таки вот этот самый скачок и масштабироваться. Ну, мы здесь можем пожелать вам только удачи и всем и комьюнити, и экосистемы DigiU оказывают всяческое содействие, потому что мы тут видим несколько совпадений интересов. Это и достаточно очень перспективная прибыльная бизнес-модель. Это высокая маржинальность продукта при низких затратах. Это и некая социальная функция, миссия, которую мы очевидно разделяем с вами, где у каждого человека есть возможность получать максимум от деятельности современных высоких технологий. Как ты сказал, это Web3, это все проекты высокотехнологичные. Очевидно, чем более демократичны, ну, короче, миссию мы с вами разделяем. поэтому система DGU будет максимально саппортить, помогать в развитии. Мы, как ранние инвесторы, очевидно, заинтересованы в успехе, видим вот эти большие перспективы. И я к нашей аудитории сейчас обращаюсь, но внимательно послушайте еще раз, что говорит Айдар, какие она называет имена, изучите рынок. И как бы вот увидьте эти перспективы так же ясно, или хотя бы примерно так же ясно, как вот мы видим это с Айдаром, с Александром, со всей командой ланчпада и с командой многосистемы DGU. Потому что перспективы огромные. Следите внимательно, повышайте свой скилл с точки зрения рынка и всего остального. Может быть еще какие-то вещи ты хочешь сказать, какие-то ближайшие планы. В целом как будто бы это прозвучало. Мы все с нецеплением ожидаем сейла, мы видим цель на фандрейзинг и на масштабирование. Может быть что-то еще мы не затронули. Есть ли что добавить? Могу наверное добавить под раскрыт по части продуктовой, как это все будет выглядеть и в целом в какую сторону мы движемся. Вот в целом мы идем к тому, чтобы не просто помогать проектам собирать деньги на ранней стадии. Если брать к примеру как нам помогла собственно DGU, помимо того, что помогая нам ресурсами в виде денег на всяческие активности, также помогая нам аудитории, то есть нам позволило это запустить продукт, получить первых тестеров, получить первых пользователей, за что мы искренне благодарны и вот создаем те условия для того, чтобы вознаградить это сообщество ранних последователей. Собственно, и система рейтинга делается для того, чтобы ранние пользователи наши были вознаграждены. постепенное развитие все равно приходит к тому, что на рынке очень много различных экосистем, много блокчейнов, много проектов внутри этих экосистем и самостоятельно разобраться в каждом из них, но это достаточно трудоемкая задача и требует очень много времени, за которую, скорее всего, не получишь вознаграждение. Но в виде, конечно же, знаний это дорогого стоит. А в дальнейшем необходимость анбордить, то есть помогать пользователям разобраться в продукте, это интерес собственно этих проектов. И вот мы постепенно идем в ту сторону, что становимся некой образовательной платформой через квесты, через возможность выполнить простые действия, получать безнаграждение. В дальнейшем это будет в виде веб-ап, где можно будет подключить свой некий стадиальный кошелек, можно будет прийти к другим проектам, сделать какие-то активности и за это получают вознаграждение. Это звучит на самом деле очень круто, очень впечатляюще. Достаточно часто я так практикую, когда приходит кто-нибудь гость на вебинар, в завершение, а я думаю мы уже к нему подходим, вот этой части, просто пожелай тем, кто нас сейчас смотрит, какое-то твое напутствие, например, которое может принести людям пользу уже в этом году, например, или в ближайшее время, те, кто услышит и кто начнет применять. что делать нам человеку, чтобы быть актуальным и успешным в этом мире? Наверное, что делайте дела и следите за масштабными мыслящими людьми. С ними вы делаете даже маленькое действие, но оно будет в масштабе. Если вы совершите масштабное действие, но с маленькими людьми, скорее всего масштаб этого действия будет ограничен этими людьми. Да, я всем желаю не бояться разобраться самостоятельно в чем-то, следовать трендам, скорость у нас достаточно высокой в современном мире. И качество нашей жизни определяется качеством вопросов, которые мы создаем. И разобравшись в них, есть возможность достаточно хорошо вырасти. Желаю успехов. Отлично, Айдар, большое тебе спасибо. Мы все благодарим. Задавайте свои вопросы еще раз Айдару под трансляцией, возможно, мы что-то не осветили какую-то тему, поэтому пишите, не стесняйтесь. Айдар также находится в наших чатах, иногда он активно отвечает, поэтому я думаю, в том числе ему будет и приятно, и интересно, и активная позиция, это всегда очень круто. Айдар, большое тебе спасибо, и желаем тебе успеха на этой конференции, и пусть все цели ланчпада будут достигнуты. Да, Алексей, спасибо, спасибо всем зрителям, не забывайте подписываться на наши социальные сети, поддерживать, собственно, выполнять социальные задания, получать награды, участвовать в цели, и развиваться. Все, спасибо, до скорых встреч, Айдар. Достаточно интересное, познавательное получилось интервью, и вот еще раз благодарим Айдара за такие подробности и даже отчасти инсайдерскую информацию, поэтому, я думаю, все те, кто внимательно слышал, услышали такие неочевидные, но очень важные инсайды, наверное, так можно сказать. Я со своей стороны хочу напомнить первое, что у нас с вами осталось меньше месяца до пятилетия компании, и вот эта насыщенность событиями, она сейчас уже такая очень серьезная, она будет еще возрастать, возрастать и возрастать. В первую очередь, у нас сейчас проходит снэпшот как раз ланчпэда, это такая уникальная возможность совершая несколько простых действий, это оплата рассрочек и выполнение заданий в бонусном центре получить в подарок совершенно бесплатно вот эти доли ланчпэда. снэпшот проходит в два этапа, первый уже прошел, и вот осталось совсем чуть-чуть до конца второго, поэтому вы просмотрите сейчас эту встречу, если еще не приняли участие, есть возможность у всех, и у тех, кто продолжает платить рассрочку, эко-системы диджи, и те, например, кто ее уже выплатил, зайдите в бонусный центр, приобретите пакет, рва-пакет, и в подарок получите доли ланчпэда. О перспективах, о рынке, о команде, о каких-то значимых моментах, которые помогут вам принять решение, Айдар сейчас так очень-очень подробно проговорил. Что еще хочется отметить, мы все с вами с нетерпением ждем выпуск токена AVA, и до него остается тоже совсем немного, дата уже обозначена, это 5 декабря, и экосистема DGU начинает подготовку к тому, чтобы собственно токены, которые есть у вас в личном кабинете, вот эти в портфеле инвестора, которые вы могли приобретать либо самостоятельно, либо получить в подарок, также, либо и то, и то, чтобы вы могли их собственно получить, поэтому до 20 ноября включительно появится интерфейс, куда вы можете разместить адрес кошелька, в первую очередь токены будут передаваться тем, кто покупал их на сейлах, где участвовали токены с вестем периодом 18 месяцев, вы будете их самостоятельно клемить и забирать у AVA, там ничего сложного, наша задача подготовить список кошельков, поэтому обязательно прочитайте пост и сделайте все по инструкции, никаких сложных действий не предполагается, дайте нам правильный адрес кошелька и в момент TGE вы сможете получить токены. Все остальные, кто владеет токенами 36 месяцев кестинг, они сначала будут переведены к системе DGU, и потом в соответствии с токеномикой AVA мы будем их передавать всем желающим, но вам тоже нужно, ну не желающим, а всем владельцам, но вам тоже нужно подготовить адреса, и поэтому проходите в интерфейс, выполняйте там все по инструкции и собственно дайте нам адрес, да, до 20-го включительно мы этот интерфейс запустим, там есть ограничения по времени, ну и нам хочется передать как можно больше кошельков сразу, поэтому не тяните с этим, да, естественно у вас будет возможность и потом, но в индивидуальном порядке через саппорт, поэтому воспользуйтесь именно общим порядком, да, и это на самом деле такие очень радостные новости, и не менее радостно от того, что AVA, ну так вот не изговариваясь, выбрала вот эти важные события, TGE, листинг как раз в пятилетие компании, да, в день рождения, так и в пятилетие компании, это то, что мы давно ждали, и вот собственно в скором времени я думаю, наверное, да, вот у нас есть часть большая аудитория, которая знает, что это такое и владеет токенами, но вот в этом году присоединилась какая-то, ну там, часть совершенно новая аудитория, которая и в снапшотах не участвовала, и в сейлах не участвовала, ну не было такой возможности, поэтому я думаю какую-то активность попробуем провести, чтобы все так же, как мы с вами там с нетерпением не ждали этого ивента, вот, еще много будет мероприятий, в конце ноября мы проводим такой, наверное, форум в закрытом формате, он пройдет во Вьетнаме, куда съедутся представители экосистемы DGU с разных стран, где буду я, где будет там Александр, команда, ну а собственно это вот подведение итогов, это планы на следующий год, какие-то закрытия важных вопросов, цифры, собственно графики, такие интересные моменты, и мы это проводим, да, что-то из этого попадет в эфир, и вот в декабре вас ждет, ну такой традиционный видео, такой фильм, дайджест, посвященный дню рождения экосистемы DGU, и вот мы постепенно начинаем к этому готовиться, поэтому с радостью делюсь тем, что будет происходить, то есть концовка ноября такая очень мощная, с такой подготовкой к DGU и вот с этим форумом, подведением итогов, планами, а там вот если говорить простыми словами, и планы такие очень амбициозные, то есть мы смотрим на 25-30, и на 25-35 год в таком разрезе имеем программу, и очевидно будут такие некоторые вещи, которые могут вас значительно удивить, есть то, о чем аудитория просит, и мы вот как-то так уже готовы это аудитории дать, возможно, кто-то понимает, о чем я говорю, в общем, следите за новостями, участвуйте во всех активностях, бонусный центр работает, задания обновляются, выполнять их максимально несложно, они просты, но это каждое вы получаете вознаграждение, принимайте участие в масштабном DropX, да, и чем больше будет участников, тем больше, тем лучше, тем интереснее будут призы, я думаю, чуть ближе мы будем уже как бы говорить о них, может быть, это подогреет интерес, может быть, еще что, очевидно, проводя такие активности, мы преследуем простые и понятные бизнес-цели, о которых я уже много раз говорил, это увеличение аудитории и борьба за ликвидность на всех ее проявлений, поэтому участвуйте, принимайте решения и максимизируйте выгоды от принятого решения. Благодарю вас за эту встречу, за этот вебинар, за эту беседу, с Айдаром и всего доброго, до скорых встреч.